Протягиваем выпуск. Коли человек любит справу, якой займается, это заусёды приносит добрые выники. Наша здымечная группа отправилась в Добружский район, где поспехово працует открытое акционерное товариство «Завидовское». Неглядя на активные полевые работы, керавник предприемства проехала с нашими корреспондентами по палетках и рассказала, как господарцы удается быть у лидерах района литерально по усих сельско-господарчих показчиках. По дробязности полевого подорожа в сюжете Марины Джалой. На территории Добружского района 13 господарок. Посеть зерневое и зернебобовое требует на площади свыше 8 тысяч гектаров. Больше заполовых этой работы уже выконали. Тройка лепших – товариство «Утинское», «Калининское» и «Завидовское». На полях «Опошняга» зараз працует вот такой гигант. Тут идёт подрыхтовка хлеба до селбы кукурузы. Машиной керует Александр Щученко. Тракторист за довольнением демонстрирует мягчимость новой техники. Яены были в этой весной. Получу «Киревец» в этом году весной. «Киревец» К744 Р4, 420 лошадей. Ну, машина хорошая, конечно, мягкая, мощная, комфортная. Уже больше современная. Задания можно сделать побольше на нём. На отлеглость у некольких километров палеток, по яким курсирует новая селка. За рулём механизатор «Миколай Усов». Мужчины спыняют технику, выходят с кабины на сустраж старшине господарки и нашей сдымочной бригаде. Татьяна Белян спочатку задает механизатору некольких питаний на контработы селки. Мы не упускаем, а к чемусті так само доведаться, какие ж переваги мая новый агрегат. Посевной агрегат позволяет, чтобы при посеве внести именно между рядками минеральное удобрение, в виде как фосфорных минеральных удобрений. Это меркование кировника. Летикава як працюється на новой машине и самим механизатором. Как вам работается на новой технике? Хорошая техника. По целине идет, по пахоте. Ну, все условия есть. А скажите, вот то, что вы работаете теперь на этой технике, это на вашей зарплате будет как-то отражаться? Вы сможете больше сделать, ну и больше, соответственно, заработать? Конечно, да. Улучшаем мы, хорошо. Ну, а весьма от погоды. Погода, условия какие. Середняя заработная плата у Завидовским коле 700 рублев. Сюлита ее плануют повысить. Для этого есть все передумовы. Весенние полевые работы у Завидовским выполняются в термин. Это мягчимый, дякающий справной технице и ее периодичному обновлению. Бюджетные сродки на развитие господарки практически не выделяются. Техника набывается за властный прибыток, альбо у Лизиных. Предприятие развивается, не стоит на месте. Очень большое внимание уделяет именно закупки новой техники, а именно в виде как тракторов энергонасыщенных, также пассивных агрегатов, обрабатывающих сельхозмашин. Планы ярового сева у нас ранних яровых составляют порядка 455 гектар, но предприятием посеяно план выполнен на 127%. На сегодняшний день у нас ведется посев именно однолетних культур для обеспечения именно кормовой базы для животноводства. По в области ранее яровые, зерневые и зернебобовые культуры посеяны больше как на 80% площадь. Уже завершили гэтые работы у Ельским, Лельшинским, Мазырским и Петриковским районах. Если будет сприять на дворе, то до конца тыдня с заданием справятся все господарки региона. Марина Джалая, Валерия Гопанько, Телерадо и компания «Гомель» из Добружского района.